здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня дополняющие видео к первому моему видео с худи толстовкой с капюшоном из alize puffy fine очень много вопросов по поводу сколько набрать на размеры на детские подростковые и так далее значит что я девчонки сделала я просчитала вот смотрите у меня сколько капюшона в разных размеров я просчитала детские размеры и в этом видео все про детские размеры вот такая вот у меня таблица которую вы за скрините все эти размеры как бы я все сейчас буду озвучу как бы пройдемся по самому процессу ну а вам обязательно нужно посмотреть первое видео потому что она будет более подробным здесь будет более информационным что касается детских размеров первое видео обязательно по ссылочке и будет ссылка под видео внизу обязательно посмотреть первое видео начинать нужно в любом случае с первого видео это идет как дополнение к нему размеры детские тусовки вот и хочу девчоночки приходится мне говорить в каждом видео хочу поблагодарить за помощь тех кто уже помогал каналу кто у кого есть возможность пожалуйста все вы знаете какая ситуация сейчас монетизация что мы работаем практически на общественных началах скажем так то есть практически даром поэтому приходится просить о помощи зрителей вот под видео есть ссылочка на донат вы люб из любой страны там можете послать любую сумму есть ссылочка на карту приватбанк и есть кнопочка спонсировать это стать спонсором канала то есть любой из трех вариантов вот донат он тоже от одного доллара или от двух по моему и сколько вы сможете в общем и из любой страны поэтому никаких ограничений там в донате нет по странам я имею ввиду а также девчонки кто у кого кто смотрит из-за границы пожалуйста поделиться видео где-то в локальных сетях ну и желательно просмотреть пару реклам если вам она у вас изображается пожалуйста просмотрите ее до конца вам это ничего не стоит вот она каналу это поможет ну и естественно лайк комментарий это тоже огромная помощь за это я тоже буду благодарным и так поехали девчонки что касается толстовки далее работаем значит размеры вот смотрите от 104 до 164 здесь объединены 152 158 160 и 164 потому что здесь уже капюшон практически взрослый вот поэтому здесь эти размеры начинаем мы одинаково далее просто ширина и вот это вот все как бы регулируется шириной или главная линия начала одинаковая значит что касается пряжи я вам скажу прекрасные цвета я докупила вот этот вот и этот потом у меня будет плед после всех моих экспериментов сейчас я делаю эксперимент еще будет бомбер и еще много интересных вещей у меня в головушке значит количество первая колонка количество пряжи на размеры вот пряжа по цветам значит это сто процентов микро поле эстер так цвет 599 свет 62 и цвет 268 это в том случае если вам понравятся именно эти цвета вообще палитра очень шикарная кстати леночка уже начинает работать той под видео в ссылочках кто с украины девчонки потихоньку начинаем работать вот под видео ссылочка в украине продавца пряжи ну остальные на ваше усмотрение интернет вам поможет вот значит первая колонка количество пряжи начинаем мы вязать девчонки почему говорю что нужно первое видео посмотреть потому что там весь начало вязания и все как этот капюшон вяжется все это в первом видео сначала посмотрели первое потом это означает набор петель для капюшона вот он набор петель вот вы вот с этой схемой смотрите то видео с этой схемой вы идете по видео как бы вперед вперед-вторед и И используйте эту схему. То есть первая колонка это пряжа, вторая колонка это набор петель для капюшона. Вот видите, для всех размеров величина капюшона разная. Далее третья колонка количество рядов до сокращения. То есть вот видите у нас по капюшону здесь сокращение, количество рядов. Это вторая колонка, оно для всех размеров разное. далее сокращение сокращением здесь везде четное количество петель вот первое сокращение у нас получается по центру 2 петли вместе мы провязываем потом следующее сокращение мы делаем по 3 петли провязываем это все есть первом видео значит количество сокращением учитывая вот это вот первое которое 2 вместе 1 2 3 4 вот 4 сокращения это маленький самый маленький размер 4 сокращения далее тоже 4 потом 5 5 и 6 то есть тоже количество сокращения у нас меняется на каждом видите здесь увеличивается вот это вот скорость далее количество петель горловины следующая цифра это 25 28 32 35 38 количество петель горловины вот это петли по низу капюшона которые мы набираем для тушкина для реглана вот этого вот здесь я показал то есть по по краям ну кстати тоже не буду задерживать у вас в этом видео это все есть в первом видео подробно то есть на этих подробностях как набирать я останавливаться не буду вот то есть папа горловине вот для своего размера мы набираем такое количество петель вот далее следующая девчонки схема по распределению реглана самое важное вот здесь вот нужно быть точным чтобы раз точное количество петель вот здесь я продублировала и так наше распределение нашего реглана вот вы набираете точно и точно обязательно количество петель для своего размера вот они вот так вот располагаются здесь я подписала за скриньте тоже вот так я вам приближу вы за скрините эту таблицу реглана значит далее распределяем реглан здесь у нас вот видно отсюда я буду показывать отсюда мы вяжем с этой точки начинаем вязать 5 регланная линия добавления это мы знаем да и двигаемся по всех вот сюда отсюда есть одно различие часа вам покажу если в том в большом размере у нас регланная линия через один ряд она удлиненная то в детских нет детских вот смотрите регланная линия вот добавлены петли мы ее провязываем и в каждом ряду в каждом ряду мы добавляем петли здесь у нас классические реглан не удлиненный на деток этот вариант не подходит то есть мы в каждом ряду вот она добавлена вот я добавляю следующую петлю мы добавляем петли но это я просто показала значит вяжем реглан вяжем 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 каждом ряду добавляем пока пока у нас не получится ширина изделия для нашего размера здесь в этом моменте тоже регулируйте девчонки есть полненькие детки есть худенькие детки в общем здесь у нас мне пока не хватает здесь еще пару так давайте вернемся к этой схеме здесь понятно да распределение реглана самый важный этап далее уже мы меряем по ребенку здесь кстати я не вязала это по таблице размеров детского худи толстовки вот предполагаемая ширина может быть меньше может быть больше это в зависимости от комплекции ребеночка да это ориентировочные цифры чтобы вы примерно вдруг кто-то вяжет на подарок то вот и нет ребенка здесь поэтому при вас вот ориентировочные цифры ширины значит 116 122 вот это вот у меня размер ширина 41 сантиметр смотрим вот эта петля у нас уйдет в основное изделие это главная петля и я меряю значит ну в принципе то здесь у меня 40 39 еще один ряд мне нужно провязать вот когда здесь по спинке вы вяжете реглан до того момента пока у вас не образуется нужно и вам ширина вот сколько вам нужно ширины по ходе по кофточке измерьте ребенка значит вот она предполагаемая ширина для всех размеров с как бы скорейки корректировкой значит теперь азиатский росток мы вяжем два ряда этого достаточно я считаю больше не надо чтобы не деформировать изделие вот два ряда вот сюда и сюда да мы вяжем этот подрез все это то есть мы здесь останавливаемся на спинке когда у нас нужная нам ширина и вяжем 2 ряда просто спинку поворотными рядами туда и обратно а кстати это я уже про спинку забыла сказать про вырез горловины а и вырез горловины вот здесь вот здесь я уже соединила сколько вязать но это вы поймете о чем я говорю вот этом разделе раз два три 4 5 6 7 рядов у меня здесь значит здесь 6 7 8 8 рядов вот это наш вырез горловины там где мы соединяем это все есть не волнуйтесь что я перепрыгнула это в первом видео вы обязательно посмотрите и весь процесс вы вяжете по первому видео значит связали подрез два ряда сюда и обратно и соединили спинку передней деталь и вяжите до длины которую вам нужно здесь тоже ориентировочная длина у меня есть вот для всех размеров далее рукав когда вы свяжите переднюю тушку вы вяжете рукав и здесь же будет здесь будет подрез две петли добавите из подреза опять повторюсь это все есть первом видео ну и рукав вы тоже вяжите на нужную вам длину вот в принципе все я рассказала девчонки больше мне добавить нечего пользуйтесь первым видео я уже 150 раз повторила видео берете таблицу и вяжите своим деткам воды вы знаете я сначала не как бы не обратила на это внимание потом смотрю куча вопросов про деток а потом думаю вот и правда же но детки во первых растут это быстренько связали одели а потом сделайте так как я потом просто возьмете распустите и плед свяжите ребенок вырастет а я вот сниму вам кучу видео всего интересного и свяжу тоже плиты тоже с ним все девчонки вот такой вот короткое информационное видео я думаю полезное напишите мне в комментариях полезно это вам было или нет вот эти расчеты на размеры вот ну и еще раз повторюсь у кого есть возможность все ссылки на помощь каналу под видео вот ну и лайк комментарий а на сегодня все с вами была дикая школа рукоделия всем пока пока